А вот теперь мы переходим, собственно, к исключениям. Это слова, которые сохранили свою форму множественного числа, еще старую, исторически сложившуюся. Они очень часто употребляются в речи. Вот эти в первую очередь вы должны запомнить. You must remember. A man. Men. Разница всего в одном звуке. A открытая. A man. Men. A woman. Women. Обратите внимание, одна буковка здесь поменялась. Но произносим мы по-другому. A woman. Women. A person. People. И совсем получаются разные слова. A person. Один человек. People. Много людей. A foot. Feet. A foot. Feet. Ступни. Не нога, а именно ступня, да, которой мы ступаем. A tooth. A tooth. A tooth. Внимательнее к этому слову отнеситесь. На конце у нас любимый звук. A tooth. A tooth. Teeth. The next. A mouse. Mice. Знакомое слово, сегодня мы уже его читали. A mouse. Mice. A louse. Lice. Вот такое неприятное слово, но тоже исключение. A louse. Lice. An ox. Oxen. А здесь совершенно другой способ образования множественного числа. Вообще по-другому. Вол, да, животное, знаете, такое на быка похоже. An ox. Oxen. A child. Children. Очень любят наши ученики, наши люди, которые изучили английский язык, добавлять окончание s. Нельзя ни в коем случае. Единственное число. A child. Множественное. Children. Например, я вижу двоих детей. I can see two children. I can see two children. A goose. Giz. Гусь. Гуси. A goose. Giz. Very good. Смотрим еще раз внимательно на все эти слова. Запоминаем, как они образовываются. Давайте еще раз прочитаем. Я буду делать паузу. Вы за мной повторяйте обязательно вслух. A man. Men. A woman. Women. A person. People. A foot. Feet. A tooth. Teeth. A mouse. A mouse. Mice. A louse. Lice. An ox. Oxen. A child. Children. А теперь давайте попрактикуемся. What do you see in this picture? Что вы видите на картинке? Или what can you see in this picture? Отвечаем в чат. Или I can see сколько детей. Или I see сколько детей. Давайте-ка мы уже будем расти и говорить предложениями красивыми. Сегодня начинаем это делать. Итак. I can see. Или I see. Two children. Very good. Very good. Great. Excellent. I can see two children. Замечательно. Никого не поймала, никто не добавил никаких окончаний. Великолепно. I can see two children. I see two children. Very good. Ольга делает работу над ошибками. Прекрасно. Все... Оксана can. Тоже исправьтесь, напишите правильно. Two children. Very good. Excellent. The next picture. Опять точно так же. I can see. Я могу видеть. Или I see. Я напоминаю, что мы пишем предложение во вкладочку «Общий чат», чтобы я вас увидела, все вас увидели. Well, maybe girls, но, наверное, все-таки women. Yes, of course. I can see three women. I see three girls. Абсолютно правильно. Hello, Вероника. Good. I can see three women. Great. Excellent. And three. Евгения, слово three обязательно TH, потому что у нас получается слово «дерево», если мы не поставим там буковку H. Very good. I can see three women. Excellent. Next picture. Чуть сложнее будет. Марина, проверьте слово «кен». Не торопитесь писать, чтобы у вас не было ошибок, опечаток. Старайтесь внимательнее это делать. Next picture. У нас здесь два быка и один мужчина за ним идет. I can see two oxen. That's right. I can see two oxen. I see two oxen. А теперь давайте еще добавим «и», мужчина, один. And. Тогда «э», «мен» или «one», «мен». Да, Евгения? Мы добавляем или «э», или «ван». I see two oxen and one man. And a man. Excellent. Единственное число. Отлично. Мы добавляем «ван», «мен» и пишем слово «мен» через буковку «эй». Окей. Very good. The next picture. Oxen and one man. Отлично. Все правильно. Oxen. Yes, of course. That's right. Two feet. I see two feet. I can see two oxen and one man. Yes. Эту картинку мы уже догнали. И теперь начинаем эту писать. I see two feet. Very good. Итак, это у нас слова-исключения, которые не добавляются к ним никакого окончания «эс». Yes, мы их запоминаем, мы их учим. Мы знаем, что I see two feet. Excellent. Я вижу две ступни. Very good. Отлично. Активно. Правильно. Запомнили исключения. And going on. About people. Слово people. Очень интересно, потому что оно обозначает «люди», множественное число. People are having a difficult time now in some countries. Люди переживают сложные времена сейчас в некоторых странах. People – это уже много людей, да? Если же мы добавим окончание «эс», то слово поменяет свое значение. И получится не «люди», а как «народы», «нации». Например, «people of many nationalities live in Russia». Люди многих национальностей живут в России. Поэтому, когда вы говорите «I can see people», я могу видеть людей. Мы используем форму «people» без окончания «эс». Но когда мы хотим сказать о многонародностей, национальностей или народов, мы используем форму «people's» с окончанием «эс». Она используется реже, поэтому мы запоминаем «people» – люди. Иногда можно встретить такую фразу «my wife's people» в значении «родные моей жены». Например, или «my husband's people» – родные семья моего мужа. И снова, так как это значение «люди», то мы окончание «эс» не добавляем. «people», «my wife's people», «my husband's people». Еще, когда у нас безличное предложение, например, «говорят», «рассказывают», «думают», непонятно кто. А в английском языке всегда должно быть «подлежащее» и «сказуемое», то есть «кто делает» и «что делает». Поэтому слово «people» в этом случае используют в значении «они», «кто-то», «люди», «какие-то люди». «People often say that» – «говорят», «что». Мы это слово можем даже не переводить на русский язык. «People often say that» – «people, my people», «люди», «мое люди». «Окей, good».